Привет, друзья! Вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас. И мы продолжаем с вами путешествовать по глубинке страны Басков. Сегодня у меня выходной день, и я решила его провести в этом красивом месте у хозяйки Косырио, у хозяйки Хутора, которая производит традиционный баский сыр и диасабль. Сыр и диасабль – одна из визитных карточек страны Басков и Навары. Его делают из молока овец, породы лача и каранцана, 8 тысяч лет выращиваемых пастухами среди зеленых горных ландшафтов от рогов Пиренейских гор. Сыр и диасабль невозможно понять без величественной красоты природы страны Басков. Овцы здесь пасутся на сочных изумрудно-зеленых травах, питавших соль и аромат Атлантического океана. Все сыродельни, производящие сыр и диасабль – это маленькие семейные производства, находящиеся в горах дарей от цивилизаций. Поэтому, прежде чем попасть на сыроварню, к Марии в Уизе, нам пришлось проделать достаточно долгий путь до вот такой вот узкой дороги среди пастбищ и лугов. Хозяева сыроварни, куда я езжу закупаться сыром и вожу своих туристов, очень гостеприимные и дружелюбные. Поэтому любой визит к ним начинается с посещения их дома, традиционного басково-косырио. Это, если так можно выразиться, прихожая часть косырио, которая превращена в музей традиционной сельской жизни страны басков. То есть посещение начинается с прикосновения к истории, в том числе и к истории этой семьи. Здесь же, рядом с домом, вот это желтое здание – это и есть маленький заводик по производству сыров. Я съемки проводила в межсезонье, когда овцы находятся высоко в горах и они не доятся в этот период. Поэтому сегодня мы просто смотрели в холодильнике, в которых вызревают сыры и диасабль. Они бывают в выдержке полгода, год и также делаются копченые сыры. Перед каждой покупкой, несмотря на то, что мы здесь бываем достаточно часто, нам проводят дегустации, чтобы мы убедились, что покупаем именно тот сыр, который нам больше всего нравится. Если честно, то мне нравится сыр, у которого выдержка полгода. Но бывают и сыры, которые выдерживаются более года. Мария Луиза, пока не расскажет все новости и не накормит всех своим сыром, домой просто так не отпускает. Наслаждаться видами открывающимися со смотровых площадок этой сыродельни можно бесконечно. Изумрудно-зеленая трава, ярко светит солнце, поют птички. Вот такая вот она зима в стране басков. Одним сыром сыт не будешь, поэтому вокруг дома разбиты огородики, на которых растет всевозможная зелень. Также потом у этих хозяев мы видели еще гусей, курей, цесарок. И после комплимента огороду, хозяйка решила сделать мне подарок. И вот насобирала вместе с мамой мне два пакета различных овощей. Такие знаменитые баски перца, индия, несколько крес-салатов. Маманя вот мне еще отрезала кусочек тыквы, которые потом на протяжении недели я доедала. Вот закончилось путешествие сегодня. дня в багажнике у нас много вкусного сыра сейчас заедем в магазин купим бутылочку местного сидра и будем продолжать уже дома этот выходной день жизнь прекрасна друзья и уже когда мы ехали домой встретили вот это вот стадо гусей и цесара дело в том что половина склона целой горы принадлежит этой семье мало того они нам сказали захотите и вершину горы посетить там шлагбаум стоит а ключик у нас так что заходите купите сыра берете ключик и посещаете вершину горы как-нибудь обязательно и туда я тоже доберусь а пока подписывайтесь на мой канал нажимаете на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски и до новых встреч на моем канале